Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Сегодня первый день Пасхи, и далее в роликах мы будем говорить ко всем, обращаясь. Христос воскрес! Верующие отвечают, воистину, действительно Он воскрес! И всем мы желаем воскресения во Христе Иисусе, чтобы все спаслись, чтобы мы все были едины в церкви. Я ведь это говорю не для чего, а для того, чтобы на суде Божьем мы могли точно сказать, мы шли за Господом, не за людьми. Мы рассматриваем жития святых во свете Библии, открытым оком. 2092-й вопрос. По каким уставам жили монахи в монастырях? Кто эти уставы им составлял? И насколько они употребимы в нашей сегодняшней жизни? Ну вот, которые мной недовольны, я вам вопрос этот передаю. Ну, ответьте теперь вы. Вот сейчас дальше, что будет говорить, выключите этот ролик, и сами напишите, и мне перешлите. Это же открыто все. Если не знаете где, то в Mail.ru зарядите Игнатий Лапкин. Там без голубя, у меня две страницы, просто в шапке. И на меня пришлите. Кроме того, можете мне позвонить по телефону в Барнауле. А в Барнаульский телефон, если взять этот, вот, как его называется, стационар, то вот такой можно взять. 385-2. 385-2. Это код. И 24-38-46. Вот на один этот вопрос ответьте. Дайте другим вплоть до патриарха. Ну, я знаю, что почти никто не ответит. Почему? Да никому это не надо. Уставы, их надо найти сначала, эти уставы. А их печатали, да, может быть, и нету даже нигде. Я работал с этими уставами. Я устал от них. И конкретно сравнивать с Библией. А Библию тебе надо придется знать. Вот я здесь иду 1173 жития святых. Я сравниваю с Библией, не сходится. А если не сходится, оно не по Слову Божию. А где не по Слову Божию, там света нету. Исайя 8-20. Тут толковать нечего. Если найдете где-то, позвоните мне. Или напишите. Или зарядите православный форум Игнатий Лапкин. Просто форум Игнатий Лапкин. В Google, в Яндекс зарядите. И выйдет наш форум. Форум. Это 1600. У нас только роликов наших стоит. И на форуме 1560 тем. Ну найдите. И напишите в личку. А просто так это. Я труды даю. Ответ. Повторяю, что я не против монастырей. Вот на меня вышел один католик. И мы с ним разговариваем. Только сейчас я ему... Он ответил, Христос воскрес. Я ответил, воистину воскрес. Католик из Литвы. Католик. Он первый вопрос сразу о папе. Почему? И так дальше. И я ему это отвечаю. И он говорит, а у нас в монастыре готовят проповедников. Посылают по всему миру. Я за монастыри за эти. Но добавляю. Не больше 2-3 года давать обед. На всю жизнь не давать. С этим я не согласен. Почему? Многие пали от этого. В жизни что-то изменилось. Его проклинают. Он женился. Этого не надо делать. Нельзя этого делать. Нигде этого нет. Такие обеты. Обеты на зарейство были. И то они на определенный срок 3-5. Их издержки эти брал Павел на себя. И не против монашества. Я каждое утро молюсь по Лестовке. Ну, Лестовка у нас четкий. Поточнее будет. По четкам. Всем святым конкретно. Призывая по именам их. По именам. Тут написано до 100 имен. Да нет, больше намного. Больше. Вот 10 это Господу Иисусу Христу. 10 Божьей Матери. 10 Ангелу Хранителю. 10 поклонов. Это я вспоминаю Иоанна Крестителя. И к нему обращаюсь. Николычу Дотворец. Дальше пророки. Я их перечисляю всех библейских пророков. После этого Ангелы Архангелы. Все апостолы. Вместе. Потом все мученики за Христа, которые умерли. 10 поклонов. А на 10 поклонов я перечисляю, может быть, до 50 разных святых. Святых. На эти 10 поклонов. Это святые отцы. И потом жены и дева. Ну, я к примеру скажу. Допустим, вот я молюсь о мучениках. Святые мученики. Молите Бога о нас. А какие святые мученики? По порядку, какие из них были? Какие известны? Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Усин, Философ, Касмай, Демьян, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Камедильский. Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Это я на десятку. На 10. А когда молюсь о святых отцах, на святых отцах молите Бога на святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий и Прим Сирин, Антони, Макари, Макари, перечисляем Макари Египетский, Макари Александрийский, Серафим Старовский, Сергий Раневский, Стефан Пермский и по порядку Иоанн Кроштадский, Иоанн Шанхайский, которые были нам известны. И всех их перечисляю, обращаясь к ним за помощью. Ну они же монахи были, я и признаю монахи, но я говорю, что это не тот путь, не Христов. Я должен высказать, на моей стороне Библия, а на той стороне человеческие измышления. Я о мощах говорю, захоронить. А как в мощах Христос живет, такой вопрос даже вообще в мыслях не приедет. Меня спрашивает священник, в мощах Христос живет, я что должен ответить? Христос в мощах живет. Он в триедином свете, недосягаемый. Никаких мощах он не живет. Ну а если взять так Бог всюду, возьму ли крылья зари, переселюсь на край неба и там ты, сойду ли к преисподню и там ты. Ну тогда да, он везде. Нет ничего, где бы не было Бога. В этом смысле. Но Христос, который имеет тело воскресшее, и чтобы он был в мощах, ну даже составить этого нельзя, такое предложение. А это свобода так, и меня за это ухватить. Я себе скажу, что живет в мощах? Кощунство. Кощунство? Богохульство. Если скажу, не живет, а как же святые сказали на соборе, что мощь там мощам преднадлежит, там святость, другое-то. Зачем мне заниматься этим? Мы сами должны жить, достойно святости. Но я не могу согласиться, что что-то может быть выше Библии, превыше Бога. Монастыри должны быть, но с иною целью и с иными уставами. По житейскому они многое сделали. Люди жили, и некоторые из них были счастливы. Но они не евангельское учреждение. Они тупик, и при том самый тупой и глухой. Проповедь мира там умирает, и начинается великое уродство, великое молчальничество, великое изничтожение себя, как личности. Главное это их авва, их рупор и их надежда, что он их приведет на небо. Это мои ответы, которые я давал студентам, вел радиопрограммы во всех отделах милиции, воинских частях, и везде как-то вопросы были. Но больше это от студентов. Ян, 17.25. Отче праведный. И мир тебя не познал. А я познал. Тебя есть. И познали, что ты послал меня. И здесь тоже. Как проповедовать, если они будут посланы? Посланы. От кого? От Бога. И как идти в пустыню, если от Бога не будет посланы? Нет этого. Это не от Бога. Это враждебная Богу сила. Самая страшная, самая хитрая, которая туда толкала все силы, гробила. И вот оно, мусульманство пришло. Бищ Божий. Это так садил Господь. Воскресший Христос уточнил программу минимум, чтобы быть христианами. Христианином. Иоанн 20.21. Иисус сказал им, вторично, мир вам, как послал меня отец, так я посылаю вас. Куда посылают? В пустыню? Это посланищество и подобие монашества умышленно отвергло и образовало свой статус непогрешимой греховности. Сидя в пустыне один, человек никогда сам себя не узнает. Он может деградировать до уровня парнокопытных. Почему некоторые спасались в четвереньках, как варвар? Если бы только эти два места, приведенные выше, были приняты монахами, то сегодня же пустыни все опустили бы навсегда. Да, Федор Студит, 11 ноября. Да пустыни они пустыне сегодня, там никого нет. Идут монастыри, и такие хоромы миллиарды тратят на реставрацию монастырей. Президент отпускает деньги. За проступки же он установил и пяти мини. Для одних известное число поклонов, для других усиленный пост, и за каждый проступок соответствующее наказание. Если бы кто не достоял божественной службы, или разбил бы посудину, или по небрежности бросил что-либо, или нерадиво что сделал, или чем-либо оскорбил брата, или по необузданности языка сказал какие-либо лишние слова, или громко засмеялся, или некротко, несмиренно ходил, или разговаривал за трапезой, не слушая душу полезного чтения, или воздроптал по поводу пищи, или бесстыдно и дерзко бросал туда и сюда взоры, или иное что подобное сделал, для всех таковых братья преподобный Феодор и назначил гепитемии, соответственно их проступкам. То есть у него целый реестр был. А правильно ли это дело? Правильно, по-другому не может быть. Я начальник, создатель детского лагеря. У меня точно так же наказание. Поэтому там такая дисциплина, которой удивляется даже военная. И при том это легко делается. Ребенок забывает одежду за стадом. Ну и что? Да ничего, мать говорит, сколько уже ботинок оставил, сколько пуражку ранец не пришнёс с книжками, сделал ворота из него, выиграли в футбольный матч, и он забыл эти свои ворота там. Пришёл без книжек домой. А как? У нас за стол садятся. Дежурный должен пройти и собрать забытое за стадом. Он загороженный лагерь. Ребятишки сразу узнают, чья это. Ему не отказаться. Так, а теперь ты знаешь, что нужно делать? Три раза бежать вокруг лагеря. Прибежать и кричать, махать. Я забываю вещи за станом. Это физическое наказание. И всё. Я ему память пришил в один день. У каждого с собой должен быть платочек. Не так, как Жириновский вот так вот всё время. Жириновский вот так. Так нельзя. Ему подскажите. Надо взять платочек и вот так вытереть сопельки. Видимо, жена у него далековато от него. Всё время говорит, волнуется. И вот так пальцы расширенные. Даже в темноте я его узнаю. Это я, к примеру, говорю. Покажите платочки. Платочка нету. А вон тополя растут. Туда и сюда бежать. Принести листик разового пользования вместо платочки. А пока мы ели, первое тебе в рот не попадёт. Я его память пришил уже. Всё. Да я переоделся, забыл. Это не вопрос. Переодевайся. Платочек должен быть с тобой. Так они их пришивают. Два-три с собой. Родители удивляются. Как дети могут так быстро всё запоминать? Наказание. Наказание. И оно нужно. И оно необходимо. Работать не хочет. Я же не работал. Нет. Плохо работал. Первого лишаешься. Я так между делом сказал. Слава о таком порядке студийского монастыря, законоположениях и уставах его распространилась повсюду. И многие другие монастыри не только по окрестным городам, но и по далёким странам приняли студийский устав и соблюдали его. А иные соблюдают и до ныне. Служба по студийскому уставу была несколько короче и не так торжественно, как по Иерусалимскому. Повторяю, я за. Я человек дисциплины. У меня везде правила. И поэтому Бог хранит. У меня не было ещё по сегодняшний день ни одной копейки, у меня из кармана не своровали. Не было это. Да, у друзей сколько раз было ключи нигде, никогда не ложи в карманы с собой. Просто смелочь такая. Шторки плотно закрывай. Двери должны быть всегда на запоре. Не открывай без молитвы никому. Что из этого устава нам не подходит? Его даже просто считать. И то приятно. А то, говорит, я не люблю монашество. Я восхищаюсь. Я в жизнь притворил это всё. Притворил. Эфимий Суздальский. Он не допускал разговоров братья между собой в церкви. А также всегда требовал от них хранить молчание во время трапезы. Это у нас такое. Лежи спать, ни одного звука не было, чтобы. Я им рассказываю, почему тут не этим мы занимаемся просто. После трапезы он велел всем расходиться по своим кельям молча. Не вступая при этом ни в какие разговоры друг с другом. И не разрешал посещать чужих келей. У нас помещение самодельное, так называется келье. За исключением какой-либо крайней нужды. А у нас наоборот. После еды 7 минут нельзя не кувыркаться, не играть, а сидеть и разговаривать. Это монахи. У них нельзя разговаривать. А у нас наоборот сидите и разговариваете. А через 7 минут, которые пройдут, 5 минут я сейчас могу ошибиться. Тогда и в футбол можно бежать, играть, кувыркаться, бороться, чтобы не было заворота кишок. У меня другая цель. Савва Священный 5 декабря. Основав Костель и Кеновию, то есть монастырь, преподобный Савва употреблял всевозможные старания населить его мужами добродетельными, в подвигах искушенными иноками. Мирским же, мирским людям, желавшим постричься, а также безбородым юношам, он не позволял жить ни в Костелейской Кеновии, ни в Лавре. Для них он построил еще маленькую Кеновию на северной стороне и дал им их опытных наставников, чтобы получать начинающих правилам монастырской жизни. Начинающие прежде всего должны были выучивать Псалтырь и весь щин молитвенного пения, а также узнать весь иноческий устав, затем приучаться к подвигам и трудам, соблюдать свой ум от мирских суетных воспоминаний и противиться злым помыслам, обуздывать свою волю и быть послушными, кроткими, смиренными, молчаливыми, бодрыми и осторожными, охранять себя от соблазнов вражеских. Кто успешно усваивал себе сие начало иноческой жизни, того преподобный переводил в Большую Кеновию или в Лавру, а некоторых из начинающих, особенно помоложе, он отсылал к преподобному отцу Феодосию, который тогда уже оставил Кофисматскую церковь и устроил монастырь в 35 стадиях. Но мы не можем, у нас взрослые дети все в одном лагере находятся. Маркел 29 декабря. А у вас с еврейского языка значит отец. Так называли на Востоке наставников иночества. Слава преподобному Маркеле и об установленном в его обители непрестанном словословии распространялась повсюду. Многие соревновали этому уставу и вводили его в своих монастырях, и спрашивая себе наставников у преподобного. И как реки истекали из Эдема, так и из обители Маркела расходились по всем монастырям, расположенным в разных странах и городах устава и обычаи иночского жития и непрестанного церковного пения. Но представьте, если бы было у них как у католиков, готовили миссионеров, да вся земля была бы христианская. Никакой Индии этой такой не было, а бы была православная Индия, православный Восток. Во всяком монастыре игуменами были иноки из обители Маркела. И везде соблюдался чин обители, неусыпающих. Ибо Маркел был чиноначальником, архимандритом, законодавцем и управителем всех монастырей, какие только были в той стране. Это звание повыше папы, папнуки воровской 1 мая. Это уже Дионисию и прочим иконописцам мирянам. Святой отец заповедал не вкушать в обители мясо, а есть его в ближайшем селении. Некоторое время они исполняли эту заповедь, потом позабыли и принесли в обитель к себе на ужин вареное бедро ягненка, начиненное яйцами. Не худо жили монахи. Когда Дионисий первым из них отведал его, то в начинке нашел множество червей и принужден был выбросить запрещенную пищу собакам. Собак не любят, с червями кормят. Василий Великий 1 января. Правила эти служили и служат руководством для жизни иноков всего Востока, и в частности для наших русских иноков. В своих правилах Василий отдает преимущество общежительной жизни перед отшельнической и уединенной, так как, живя вместе с другими, инок имеет более возможности служить делу христианской любви. Василий устанавливает для иноков обязанность беспрекословного послушания настоятелю, предписывает быть гостеприимными по отношению к странникам, хотя запрещает подавать им особое кушание. Пост молитвы и постоянный труд. Вот чем должны заниматься иноки по правилам Василия. Причем, однако, они не должны забывать и о нужных окружающих их несчастных, и больных, нуждающихся в уходе. Когда же представился архиепископ Евсевий на руках у Василия, предав дух свой Богу, то на престол архиепископский был возведен и посвящен соборам епископа Василий. Ефимия Великий. 20 января. Он заповедовал не разговаривать ни в церкви во время богослужения, ни на трапезе. Во время еды братья, но повсюду хранить молчание, внимая Слову Божию. Когда он видел кого-либо из братьев, особенно юных, хотевшего поститься более прочей братьей, то не одобрял этого. И не допускал, чтобы брат следовал своей воле, но требовал, чтобы он соблюдал общее со всеми время воздержания и время трапезования. Преподобный наставлял, чтобы брат ел на трапезе с воздержанием, не присыщая чрева, но вкушая менее, чем оно требует, дабы таким образом скрыть свое постничество, не разглашая о нем открыто, а тайно вооружившись против остающих страстей. Я это же самое и говорю. Вот один человек все время отстает. Насыпайте ему меньше. Он должен быть со всеми. А ему отдельно на кухне, он так привык там и сидит. Макарий Александрийский, 19 января. У него биография, житье более красочное, чем у Макария Великого, египетского. Так, например, узнав об иноках, живших в Тавенском монастыре, что они в течение всей Великой Четыридесятности ничего не вкушают из приготовленных на огне кушаней, он положил себя за правило в течение семи лет не вкушать ничего из того, что бывает приготовлено на огне. Ни печеных, ни вареных кушаней. Первое избиение в Раифе. 14 января. В 4-5 веке по Рождестве Христове гора Сейнай славилась обилием христианских пустыножителей, живших в ущельях и пещерах ее. Оставаясь там, я наслаждался общением и беседами с ангелоподобными синайскими отцами, ежедневно для своей душевной пользы, приходил в келью каждого из них. У них был такой устав. Безмолвными сидели они все дни в своих кельях. Вечером же в субботу, при наступлении воскресного дня, все собирались в церковь и вместе совершали всеночное бдение. Причастившись поутру за святой литургией святых бессмертных христовых тайн, каждый из них снова уходил в свою келью. Вид их был подобен ангельскому. От сильного воздержания и непрестанного бодрствования тела их были изнурены, и они жили подобно бесплотным, не употребляя в пищу ничего такого, что может возбуждать и питать страсти. Они совсем не вкушали ни вина, ни масла, ни хлеба, но довольствовались лишь небольшим количеством фиников или желудей, и только этим поддерживали свою жизнь. Попли, 25 января. Он приказывал устраивать тесные кельи, в которых посещал своих учеников очень часто, строго наблюдая, чтобы у них в кельях не было ничего, кроме самого необходимого. Хлеб, который оказывался у монахов, преподобный Попли взвешивал на весах. Если у кого находилось более определенного количества хлеба, того называлось чревоугодником, шрезмерно заботящимся о своем теле, тех же, у которых находил приготовленное кушанье, называл вкушающими скверну. По ночам святой отец не искал себе покоя, а обходил келья учеников, останавливаясь снаружи у двери каждого. Молча отходил преподобный, если заставал обитателя кельи на молитве. Если же тот спал, святой Попли ударял рукой в дверь и сурово укорял леностного инока. Серафим Савловский, 2 января. Серафим постановил для деевейских сестер заниматься исключительно трудом, свойственным простому классу людей. Но рисование, шитья шелками и золотом и других подобных работ, требующих некоторого углубления ума и более относящихся к искусству и предметам роскоши, старец не хотел допускать. Пахомий Великий, 15 мая. Это говорим об уставах, какие были. Старец возразил ему, убеждая его идти обратно, чтобы испытать себя, может ли он вынести тот строгий образ жизни, какой ведут ученики Паламона. Он говорил Пахомию, я должен сначала сказать тебе, какова мера жизни монашеской. Вот она. Во всякое время мы бодрствуем половину ночи, размышляя о Слове Божьем. Очень часто мы остаемся с вечера до утра работать своими руками, делать веревки, чтобы бороться со сном и снабжать себя тем, что нужно для поддержания нашего тела. То, что остается сверх нашей нужды, мы отдаем бедным. Что же касается того, чтобы есть масло или что-нибудь вареное, пить вино, мы не знаем, что это значит. Мы постимся всякий день до вечера в продолжение летнего времени, а зимой мы постимся по два дня подряд или по три. Правила общих молитв. 60 раз молиться днем и 60 раз ночью. Кроме тех молитв, кои мы творим, в каждое мгновение и коих счета мы не знаем. Святой Пахомий позаботился о том, чтобы каждого вступающего в монастырь брата встречали иноки особенно благочестивые и мудрые. Эти иноки-перевратники каждого нового брата встречали, устраивали и в течение трех лет искуса до обличения его монашескую одежду усердно назидали своими беседами, предохраняя его от всякого зла. Таким образом, новоначальные в Таваниссе находили опытных и постоянных руководителей и могли благочестиво настроиться в первые же годы своей жизни в монастыре. Святой Пахомий сам внимательно наблюдал за новоначальными. При братской трапезе прислуживали особые иноки. Они сменялись через три недели. От этих иноков требовалось постоянное усердие. Тем более, что братья вкушали пищу не в одно время. Иноки, служившие при трапезе, в течение трех часов приготовляли, распределяли, раскладывали хлеб, различные овощи и маслины. В дозволенные дни подавали за трапезой сыр, яйца, овощи вареные, похлебку из вареных зерен. Каждый брат подходил к столу в то время, когда желал и принимал свою часть. Но это было только один раз в день. А одни ели в шестом числу, другие в седьмом, иные в восьмом, а иные в девятом, в десятом, в одиннадцатом. А иные же к вечеру, когда показывали столе без звезды. Некоторые иноки были так строги к себе, что вкушали пищу только один раз в два дня. Вообще пост, согласно первоначальному уставу, не налагался ни на кого против воли. Только более близких к себе иноков святой Пахомий склонял поститься, то есть совсем воздерживаться от пищи по средам и пятницам. Но многие иноки сами налагали на себя усиленный пост. Святой Пахомий был того мнения, что всякое послушание в обители, исполняемое с усердием, доставляет иноку награду не ниже той, какую получит монах, если будет ревностно поститься, бодрствовать и молиться Богу. Во-вторых, Пахомий желал, чтобы имели возможность отдохнуть после труда ревностные труженики, хотя некоторое время. А... Сейчас, не говори. Говори. Христос воскресе. Во истину воскресе. Во истину воскресе. Во истину воскресе. Спаси, Христос. Да. Да. Вот так. Благодарю. С Богом. Кажется, Ваня звонил, сын священника. Много хороших пожеланий дал. И с камня на Абе Ермоленко. Братья, усердно занимавшиеся исполнением своих послушаний, неохотно соглашались на отдых, дозволенный великим Абвою. Они были убеждены в том, что этот мир не есть место отдыха, а, напротив, место напряженного труда, постоянной борьбы и самоотверженных подвигов, и что только тот, кто здесь трудится, в будущей жизни получит истинное успокоение и нескольчаемое блаженство. И всякий продолжал с усердием заниматься тем делом или ремеслом, какое знал, или вообще какой-нибудь работой для монастыря, в точности подчиняясь распоряжениям начальника. От всякого инока, какую бы должность ни проходила в монастыре, требовалось полное подчинение начальнику и, безусловно, точное исполнение устава. Это было главным отличием жизни киновии от жизни отшельнической в тесном смысле этого слова. В полном послушании был и залог духовного совершенствования киновитов. В послушании было великое нравственное преимущество киновии. Нарушение распоряжения начальника или предписание устава хотя бы и по ревности о подвижничестве всегда могло вести к ропоту со стороны других и быть причиной всяких беспорядков в общежитии. Поэтому Пахомий строго наказывал нарушителей долга послушания, чем бы они не оправдывали себя. Такие случаи бывали и в Тавинесийском общежитии, хотя очень редко. В этих хлебных иноке работали при самой глубокой тишине, содействуяшей успеху работы и самособранности духа. Не было здесь разговоров. Даже спросить воды или муки нельзя было. Нужное требовали стуком, а квашнюк. Во время работы считали на память заученное из Слова Божия. В одно время в Тавинесийском общежитии было 15 портных, 7 кузнецов, 4 плотника, 15 красильщиков, 20 дубильщиков кож, 12 погонщиков берблюдов, 20 садовников, 15 сапожников, 12 иноков, приготовлявших покрывало. Да. Да, говорите быстро. Говори быстро. Тогда слушай маленько пока, сейчас закончу, я тут начитываю. 10 ночных сторожей, 10 переписчиков. Иноки своим трудом приготовляли для обители все необходимое, и лишь немного им приходилось покупать в городах. Особенно распространено было среди киновитов выделывание рогож. Это не только было хорошим рукоделем для монахов, но и могло усиливать денежные средства киновития. А деньги необходимы были и здесь. Так, говори, Павел. Я вас поздравляю с этим, спаси Христос. Вы в интернет заходите, нет? А вы заходите. Там очень много, может, у кого-то посмотрите. Там много чего поставлено на пользу вам. Ну, нету, тогда уже на нет спроса нету. Но сначала его надо завести. Вы кого-то спросите, в интернет как зайти. А там вам зарядок Игнатий Лапкин, и вы там найдете все. Так, сейчас я больше вам не нужен. Живем мы во славу Божию. Хорошо живем. Все у нас в избытке. Так, еще как? Что вопрос? Все тогда с брогом. Хозяйке поклон передавай. Все с усердием должны были исполнять законы общежития. Помня, что они назначены одинаково как для новоначальных, так и для самих начальствующих. Вот это тоже я поддерживаю. У нас уставы, все это напечатано, и я нигде не могу нарушить. Подходит, сделай это. Я начальник лагеря, основатель. Я говорю, устав, что говорит? Я не могу его нарушить. В монастыре Пивоу совершали крещение оглашенных в Одессе Святой Четыридесятнице. Тогда, когда оглашенных приводили сюда из всех монастырей. Таким образом, были между иноками люди, еще не принявшие святого крещения, но готовившиеся к нему были оглашенные. Не желая говорить о бывших ему видениях, с целью принести речь от превозношения тех иноков, которых Господь сподоблял особенных духовных дарований. Святой Пахомис сказал, тот, кто исполнен грехов, не получит благодати духовных видений. Но если ты желаешь иметь прекрасные и замечательные видения, то я укажу тебя на одно из них. Когда ты увидишь человека благочестивого, скромного сердцем, чистого, вот прекраснейшие из видений, ты видишь Бога невидимого в этом видимом человеке. Не спрашивай другое видение, которое было бы предпочтительнее этого. Феодосий Печерский, 3 мая. Аминь. Продолжение следует...